Сегодня должны прийти делать интернет, я надеюсь. Хочу интернет, просто вот. Нужно вставать, нужно умыться, нужно застелить кровать. Вообще я хочу кушать. Этот диван, что мы взяли, офигенный. Он такой жесткий, что для спины это круто. Я вообще, когда сплю на нем, просто чувствую себя превосходно. Давайте завтракать вместе. Я последние несколько дней очень хотела безе, прям вот просто. Я его, во-первых, с детства обожаю. Бывает, накатывает охота. В этот раз у меня охота выпала на безе. Короче, я страдала, страдала. В итоге любимый вчера пошел в магазин утром, приносит мне вот это. Маленькие безюшечки. Я прям просто его расцеловала. Я, наверное, радовалась просто как ребенок. Это моя любовь. Что еще нужно, сладкоежки? Все, есть интернет. Как же я довольна. Три дня без интернета это просто вот... За подключение ноль. Абонентская плата за использование в следующем месяце аж оплатим. А сейчас у меня уже есть интернет. Дали горячую воду, называется. Течет холодная вода, но крутится счетчик горячий. Дали воду, так сказать, но интернет отключили. Какие-то технические работы у них там, понимаете ли. Звонила в Ростелеком. Короче, странные люди, очень странные. Подключила сегодня интернет. И сегодня же он у меня пропал. Пропал где-то в районе двух часов дня. И ведутся технические работы. А сейчас на минуточку восемь часов вечера. Меня задолбало. Да что ж такое? Нос чешется. Я собираюсь в магазин, сейчас схожу, блин. Нахожу себе на одно место приключений. Хочу, кстати, сходить в центр торг. Теперь мне не очень близко-то и ходить. Ну, в принципе, через парк почему бы и нет. Короче, хочу купить лапшу китайскую и сделать по недавнему мукбангу Антохи, делать жратву. О, очень уж мне захотелось китайскую лапшу с этими, с овощами. Пока мой молодой человек на шашлыках, надо отправиться в магазин и сделать дела. Доброе утро. Я уже проснулась давно. Уже позавтракали, чай попили. У нас сегодня, кстати, потеплее, чем все предыдущие дни. Два дня у нас прям что-то какое-то похолодание было. Может быть, кто видел, заметил, проникся, так сказать, информацией, которую я доносила, у меня появился интернет. Ну и в связи с этим я, конечно же, зависла в интернете на некоторое время. Почитала комментарии, делаю в очередной раз выводы. Знаете, меня что удивляет, что люди, которые пишут гадости, не просто там тролли, хейтеры, просто проходящие мимо даже люди. Знаете, проходил мимо, плюнул тебе в лицо и пошел дальше. Не задумываясь вообще, не вникая, кто я, что я. Да, просто вот проходил мимо и плюнул. Вот вы на улице так делаете? Нет. Почему вы себе позволяете то же самое в интернете? Это все от безнаказанности? Ну это тупо, я вам хочу сказать. Если вы так себя ведете в интернете, значит, вы такой человек и в жизни. Я лично считаю. Потому что я в интернете ни разу никому ничего плохого не написала. Просто вот из блогеров. Неважно, бьюти, не бьюти. Ни разу. Не просто потому, что я, видите ли, блогер. Я долгое время не вела канал, но смотрела многих девочек и мальчиков. И никогда, понимаете, вот никогда никому ничего не написала. Хотя я еще не знала тогда, как вести канал, что делать. Я никому не указывала, как выставлять свет. Нужен он, не нужен. Мигает все, все плохо. Блин, не снимай вообще. Или что-то делай с этим. Редактируй вот так. Делай вот это, блин. Если вы все такие умные, заводите свои каналы. Я понимаю, что есть в некоторых видео недочеты. В моих видео. Но, блин, я это и сама вижу. Понимаете? Я все это прекрасно вижу. И в следующем ролике я пытаюсь с этим как-то бороться. От этого избавляться. Но не все приходит сразу. Все приходит с опытом. Поэтому окститесь. Те, кто пытаются меня чему-то научить. Куда-то тыкнуть меня носом. И что-то мне показать. Я, конечно, благодарна тем людям, которые именно отзывчиво относятся ко мне. Которые видят мои старания. И действительно, ну, что-то оценивают. А не просто тяпкнул что-то и побежал дальше. У меня коронная фраза моя. Мой коронный ответ такой. Когда мне пишут, там, пиздуй свою Украину. Вали отсюда. Ты такая сякая шмара. Прошмандовка. Я пишу обычно вза-им-на. И у некоторых просто пукан взрывает. Как это я такая плохая взяла еще и так ответила? Да ты че? Да ты как? Как могла? Че-то задела вообще? И мне так смешно, понимаете? Понимаете, мне это даже тешит душу. Вот, понимаете, я вижу, что человека задело. Как это так? Я не заткнулась. Не засунула язык в жопу. Я ответила. Я ответила на столь унизительный комментарий. Как? Как? Те, кто срет у меня в комментариях, те, кто относится ко мне неуважительно, те, кто имеют смелость написать мне подобное, я на них также буду срать. Поэтому есть люди, которые действительно поддерживают меня. Не пишут мне, конечно, из видео в видео хорошие комментарии. Нет, просто видно у таких людей в комментариях, где конструктивная критика. Понимаете, должен быть кнут и пряник. И это, я считаю, кстати, в любой организации должно быть именно по работе. На любом рабочем месте, в коллективе должно быть отношение между начальником и подчиненным. Именно такое должен быть кнут и пряник. Потому что у нас забыли об этом. Раньше, допустим, поощрялось сюда, на заводах люди работали, кому-то премию выдавали. Вот представьте, вы работаете, кто-то просто работал больше, чем вы. Ему дали премию. Соответственно, у тебя уже стимул к тому, чтобы работать лучше, для того, чтобы премию получить, да, чтобы плюшки какие-то иметь. А у нас сейчас тот, кто работает меньше, получает даже больше, чем тот, кто работает больше. Пусть для кого-то это банальные вещи, для кого-то это неизменные вещи. А я считаю, это можно изменить. Просто люди забылись, люди перестали стараться, люди перестали вникать, люди просто перестали жить нормально. Я себе разогреваю вчерашнюю лапшу, которую я приготовила по рецепту Антона. Ну и вот она, красота. Вкуснятина! Мне позвонили, и срочно нужно бежать, но я ела, короче. Буду доедать по дороге. Свет! Как же у меня болят ноги, мои мозоли. Просто жесть! А у нас, походу, белые ночи. Белые ночи! Пришла на старую квартиру. Вода закрыта, но почему-то что-то капает. Вот такая вот здесь сантехника. Пришла забрать полку. Я не знаю, как я сейчас со своими ногами больными буду ее тащить. Нужно еще ее заклеить скотчем. Я еле сюда дошла. Пособирается алкашня всякая. Как они меня бесят. Ой, света в подъезде нет. Господи, дохлятиной воняет. По-моему, на втором этаже кто-то умер. Я выходила, стояла крышка гроба. А вчера, получается, в одной из квартир настиж открытые двери были. Ну, это, по-моему, так принято, если я не ошибаюсь. Когда мы смотрели только эту квартиру, да и вообще, сколько мы сюда приходили раз, здесь не воняло в подъезде. А как только въехали, так сразу вончак такой. Походу, просто кто-то умер. А мы думали, там у кого-то коты неухоженные, собаки. А я молодец, дошла. Но у меня вообще такая апатия была только что. Короче, в последнее время такое наблюдалось у меня очень редко. Раньше только такое было. Я просто шла сейчас. Бежал какой-то чувак сбоку. И остановился, когда увидел меня. И потом мелкими шагами, потому что я ковыляла еле-еле. Да еще и тяжелую вешалку эту несла. Господи, что у меня с языком? И он ковылял, короче, вот до парка со мной. Сначала я на одного чувака подумала, потому что я не видела вообще его. Я просто слышала, что кто-то бежит. У меня такое серко-срать было, что я шла, оглядывалась постоянно. О-о-о, еле-еле думаю, блин, ну ничего такого не должно быть. Я в людном месте все время иду. Я не знаю, почему это. Вот просто ни с чего. Да у человека, может, свои дела, блин. Кому-то нафиг нужна. Но у меня прям апатия. Я уже представляю, как меня, где. И все в таком духе. Сегодня я уже точно не выйду на связь. Так что... Так что, это заrene. Субтитры готов.